все инспекция поехала до вас и так ребята всем привет только что вот инспектора были но они по двое сейчас ездит вот еще один стоит вот машина значит на ученик скорее всего и один поопытней значит было у меня инспекция мажорин то есть соединение дабл вайда ребята может быть кто-то когда-то тоже будет столкнется с такие как бы с такими инспекциями года тоже будет такой дом вот его привозят из двух частей одна половинка и 2 но моих предыдущих видео вы можете посмотреть и вот инспектора проверяют главное чтобы вот были такие соединения с садином это уже потом на накрывать чтобы инспектор смог увидеть как соединили две половинки также соединение внизу вот должны быть такие да вася что еще они требовали это уже 2 с инспекция была по соединению модерн так называемый так как первый раз я не прошел и вот сейчас какие вопросы сейчас пройдемся быстренько ребята так мама готовит борщ так все сейчас отец тоже готов к работе да все вот тут соединение тоже на саморезах они требовали вот это желательно ребята сделать ну надо что желательно надо сделать дальше туба секс вот такая вот должна быть доска по верху но я и по сторонам тоже сделал вот такой ободок так как она помогает соединить две половинки то есть саморез в одну часть с одной стороны и во вторую часть с другой стороны вот как здесь видно вот соединение и по верху по всему периметру и так же вот здесь но плохо видно наверное здесь вот саморезы соединяют две половинки все им это очень понравилось как я здесь все скрутил вот здесь саморезы идут тоже там еще один все значит все нормально и вот сейчас покажу в этой части васька васька заходит все покушать ему надо раз вот и в этой комнате точно так ну в коридорчике тоже вот я сделал такое вот соединение вася подтверждает до вас подтверждаешь подтверждаю все они все посмотрели конечно они знают что дом был затоплен вот здесь волны пола вот так это что такое ну я сказал ну я потом типа все исправлю хорошо теперь что еще не полезно очень формацию далее по разным инспекциям они в принципе будут принимать у меня инспекции по сантехники пламен по электрике и по системе кондиционирования канализации все значит здесь по трубам я временно все это соединил сказал что без клея все они приняли все это говорят что нормально все сделано вот 1 8 угол получается до вас или бывающих проверяет на палках вот так вот нельзя чтобы стоял должны быть металлические через каждые четыре фита металлические как бы подвески но они продаются в хом дипа можно купить здесь то что я рыл на глубину такую так как здесь септик танк очень низко они сказали можно дальше не рыть а можно колено сделать 45 или 90 ничего страшно и поверху земли то есть это уже проблема отпала у меня еще одна отлично рыть не надо я просто колено сделаю и туда выведу все значит очистительные элементы которые здесь должен быть один такой вот 90 градусов очиститель чтобы можно было в две стороны чистить в этом месте и он сказал когда инспекцию проходить как они проверяют наличие утечек в этих всех соединениях он сказал здесь трубу надо разрезать сюда колено 90 градусов и трубу вверх на уровень пола вот уровень пола и и и набрать водой если она не уходит она стоит на этом месте значит все соединения правильные ну здесь сюда пока труба не будут я здесь будет разрез и 90 градусов это пока труба не будет задействовать то есть таким образом они проверяют все соединения сейчас пока у меня не на клею но я сейчас все могу уже садить на клей и продолжать вести линию свою в ту сторону и на конце линии должна быть тоже очистительная выход как и называется уже не помню но все приняли как бы пока я делаю все правильно так то есть дальше по скважине ребята тоже вопросы у меня были сейчас пока по свежей информации пройдемся вот она скважина возможно все это информация поможет кому-то в будущем какие правила county ну или пример вот здесь вся система они сказали что здесь у меня здесь один краник есть но холодно часа закрываешь вот но здесь толстая труба здесь один ныть они сказали должно быть не больше чем три четверти труба должна траншею идти и получается глубина значит труба должна на глубину идти вот и записал значит 12 инчи то есть вода но и провода будут идти тоже в этой траншеи провода они обычно глубже закапывать то есть если это получается как бы уровень защиты если вы начнете там случайно копать в этом месте вы первую очередь повредили трубу но этому ничего страшно но если электрическую линию повредить его же может и убить поэтому провода всегда под водяной трубой прячутся и таким образом провода он сказал на глубине 18 инч если у вас они в специальной такой серой трубе которая not продается вот даже хом дипа у нас она специализирована для электрики труба она имеет грейд по моему он сказал 80 это то есть great чем больше great тем больше толщина трубы то есть на ней можно даже вот закопали трубу и сверху машинами ездить и ничего с ней не случится не продавится то есть вот такую сегодня 50 great трубу закопать он говорит на 18 на 12 инчи если в трубе провода будет а если просто провода так тоже на это можно но тогда глубина 24 инчи должна быть на глубине 24 нища проводка а потом на глубине 18 12 инч вода все то что успел записать по-быстрому они мне сказали также по срокам инспекции вот вы когда получаете бил building permit разрешение на строительство он у вас действует по моему 6 месяцев васька уже песок свой обновляет то есть шесть месяцев но после первой инспекции получается с того дня инспекции у вас еще на один год продляется билдинг-пермит зачем платить каждый раз 350 долларов за билдинг-пермит если его просто надо вовремя продлять то есть вызывать инспектора и также я имею инспекции то есть не инспекции я имею пермит на пламен mechanical и electrical то есть на я каждый человек если собственник своего дома я у буду жить я имею право сам ремонтировать и электрику и сантехнику и также вот систему кондиционирования но естественно там иногда будут по кондиционеру сейчас жду человека сейчас созваниваюсь и он поможет соединить все там фреон надо будет закачать а так в принципе я все сам делаю ну вот родители еще помогают отец придержать планку там тоже надо конечно помощь всю ночь сегодня крутили готовились к этой инспекции но все удачно прошло инспектора просто шутили в хорошем настроении были сами они заинтересованы чтобы чтобы люди проходили как можно быстрее инспекцию так как после инспекции такс департамент они приходит человек должен прийти и оценить сколько стоит недвижимость дом и тогда уже от будет уже как бы каждый год платится налог но зато будет электричество такая вот система по-другому никак ну ничего страшного мексиканцы говорят что мы не делаем ремонт но мне там один посоветовал не особо не делал ремонт пусть сначала не оценят дом и тогда ты же получается что они ценят не так сильно его если с капитальным ремонтом допустим он будет но это так вот не знаю я и не собираюсь особо ремонт сильно там крутой делать так как здесь ураганы кто его знает как она будет может пройдет ураган в этой местности идут по сносится но крышу надо будет закрепить тросами земле залить бетонные какие-то не знаю как назвать блоки что ли здесь вырыть яму залить бетоном крючок трос и пришиться к крыши и таких тросов надо сделать несколько так как ветра здесь очень сильные бывают северной каролине здесь 15 минут от океана поэтому опасность есть всегда в период ураганов это сентябрь октябрь в общем такой ваше ты опять роешь но когда ты уже все удобришь все ребята всем хочу пожелать хорошего настроения удачи вот сегодня было такое видео по инспекции продолжается строительство вот здесь вот инспектора обычно оставляют свои документы о каждой инспекции но у меня один инспектор будет поэтому один и тот же поэтому это даже не обязательно все еще раз хочу ребята пожелать всем хорошего настроения мирного нет оба над головой все будет хорошо задавать вопросы большое спасибо еще раз вам за вашу активность ваши комментарии вот на рабочий столик пришлось сделать козлики все вот эти части две части 14 долларов а здесь уже просто туба форумы сделали и очень получилась серьезная поддержка то есть стол прочный хозлики хорошие все так хозяйство ну-ка сейчас проверим ферма работает или нет но еще рано еще утро а уже вот есть хорошо тут он сидит это курица и вода одно второе и вот сидит тоже ну пусть сидят ферма начала приносить тоже яйца по 9 10 уже было яиц в день петуха осталось двое как я говорил этот серый грибой он будет королем и он уже свой хвост вы говорили что он опущен сейчас хвост а сейчас он начал подыматься он уже осмелел немножко так и вот где-то еще один а он еще один петух тут на суп пойдет а так в принципе думаю все куры то есть где-то 14 кур приносят среднем 10 есть день но они молодые и они все несущие породы хорошо несущиеся и яйца коричневые белые голубые и серые начали какие-то какой-то вид начал приносить серые яйца серого цвета так кстати вот двери новое поставили старый он там стоят там выбито стекло было теперь новенькие двери абсолютно так сейчас зайдем все осталось здесь только вот уже запенили уголки сделать декоративную облицовочку и все хороший вид на задний двор все по чуть-чуть делается ночью холодно но камин согревает а вот как родители сейчас покажу вот мама тут готовят все кипит инспектора были в шоке что дома еще не принято тут уже люди живут коты ферма конечно они были в шоке но также они были в шоке от ремонта вот какая уютная комната все здесь полностью сделано стены они спросили почему так высоко такой уровень воды был нет и рюра воды был вот где-то так это просто на высоту листа и псокартона то есть они да 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 типа хорошо все мама ну как тебе вообще уже прошло 33 недели как вы здесь до 13 января приехали из украины по визе united по украине все еще информация будет ребята ну и в комментариях пишите вопросы как родители приехали как все было и как все происходит сейчас мы еще работаем над документами еще ждем бенефиты да пока только карточки пустемпы получили ну и приглашение получили в бесплатный магазин там интернет завтра будет интернет уже делать и кондиционер да придет тоже будем заниматься завтра возможно будем с интернетом да как тебя отец надеемся на лучшее но вообще тебе нравится после приезда хорошо а то люди говорят что ты как-то не весел грустный да даешь повод хейтерам усомниться тебе здесь хорошо все у нас на к назови какие плюсы что природа до чистый воздух по продуктам как тебе нравится не продукты качество что тебе больше всего из продуктов скажи какой-то определенный продукт который больше всего тебе понравился нет но все продукты не на какой ты нашел какой-то продукт хорошим нигде у нас в украине него соленого масла соленое масло на вкус ну да вот так вот хорошо но все всем еще раз удачи до новых встреч